Всех приветствую на канале Дороги. Всех сегодня приглашаю прокатить из Самой по Хвалынску 9 июля и посмотреть, что изменилось и как там было. Начинаю с улицы Советской. От знака въезд Хвалынск. Буду показывать Хвалынской поездку 9 июля в две части, так как не получается мне. В одну часть очень большая она, разделила на две части. Вот первая часть и вторая. И вам показываю, смотрю все и сам вот узнал сколько лет жил в Хвалынске. И вот этот мост, мы называли сходить за мост, ручей тут пробегает. Оказывается ручей называется Банный ключ. Что-то новенькое для меня узнал. В сюжете будет Советская, Крылова. На Крылова просили дом 10, где-то кто-то там жил. Пусть простят меня жители, кто там сейчас живет. Снимаю без разрешения. Ленина 130 давно просили тоже дом, где там бабушка, дедушка жила тоже. Ну, сами учтите, я фотографирую, конечно, не близко, но подхожу. Ну, как-то не очень-то удобно. Да, вот сейчас вот проезжали, с левой стороны видели там домарки, да и справа были Советская. Это все о том, что как вот Петровская, все сравниваю. Всегда же езжу, катаюсь и вот сравниваю. Вот. После этого заедем на Борисное, ну, я бы назвал красивое место, где можно посмотреть на ворогу. Ездил на кладбище к отцу. Мою прибиралку. Ну, и заодно вам покажу, что давно там не было или приехать не может, как там все тоже. Все меняется, зарастает. Вот, доезжаем до Крылова. Сейчас остановлюсь. Дом 10. Далее спущусь на Красноармейской, Степана Разина, Пальба Толстого. Доедем до Высшего Кинотеатра «Октябрь». Далее по улице Ленина, как раз, Коммунистическая, Росреспублика, Пугачёво, 1 мая. Горисное место. И потом центр, территория торгового центра. Ездили. Вот это будет первая часть. Вторая часть будет у меня там, улица Ленина, Революционная. Дальше Росреспублика, Жемчужина. Ездил, где встреча с одноклассниками была. Потом заедем на пляж городской. Заехал. И еще Маслово-Заводской обрак, кто помнит, заехал туда. И там еще есть баронежка, такое место, кто помнит, где купались мы в детстве. Вам покажу эту вторую часть. Первую часть уже рассказал. Вот здесь вот проехал я. Выехал на набережную. Наша дамба. Вот Степана Радина. Небольшой участок. Наши пятиэтажки тут. Как выросли тут деревья. Так все тоже заросло. Пустыное место было. Деревь не было, когда мы построили. По Степану Радину еще проедем. Участок покажу. Но стараюсь показывать то, что еще раньше не показывал. Или где не проезжал. Как обычно показывают, наверное, больше смотрят те, кто давно не был. Волынске. И смотрят, как все меняется. А вот с правой стороны, кто помнит, пивровка-то была. В Руманихе. Дом построили. И все зарастает. Все. Сказочный город. И прямо по Льва Толстого. Помню, мне в детстве казалось, что так далеко этот кинотеатр Октябрь. Надо было ехать на автобусе. Сейчас скажу раз. Две остановки. Чтобы еще пешком до него уйти. Мне всегда казалось легче на автобусе до кинотеатра Горн. Доехать и там дойти. Чему-то ближе казалось. Но сейчас расстояние. Такие в Хвалынске для меня это ничто. Ну, значит, я если хожу в гараж и езжу на автобусе 3 километра от дома. Как все меняется. Как все заросло, да? Кто ходил в кинотеатр Октябрь. Деревянные кресла были. Кто-то помнит. И вот тут с правой стороны вход в кассу. С левой стороны выход был. Ну, а здесь бассейн. Как мама сказала, сюда ходят. Вместо бани. Говорит, под душем купаться люди. Или, а как же баня? Бани, говорит, давно не работает в Хвалынске. Городская была. Так ходят сюда все. Или, отлично прибывала. Ну, вот обратный ракурс Льва Толстого. Поезжаем опять на улице Ленина. Раньше по улице Ленина, на Гларианской балаши, я не помню сейчас уже поговорю как-то. Это была дорога для грузовых машин. То есть, по Советской они не ездили, только вот по Ленину. Спускались по рабочим, на Советскую, мимо нашего города проезжали. Ленина улица была всегда раздолбанная, всегда была убитая. Хуже, чем Советская. А вот смотрите, еще дрова лежат. Для бани готовят. В Топе до сих пор это не понимаю. Может, для бани. Суббота. Где-то около десяти утра. Вот остановился, кто просил, Ленина 130. Остановился, вот сфотографировал. Там мужчина, сосед, наверное, в машине что-то там грузил, на нее так посмотрел, подозрительно. Ну вот, кто помнит, кто здесь жил, как береза выросла, не видно. Даже опор. И поехали дальше. Тротуара не хватает. Конечно, не хватает. Раньше были. Я, ну здесь я не помню, по улице Ленина, но по советской, я ездил на велосипеде до самого центра, мог и по тротуарам проехать. Только самое плохое было, тротуар заканчивался, где были вот межквартальные дороги. Там грунтовые были, вот этот вот момент. Я старался по дороге ехать пасмортные. Ну, можно было и по тротуарам ездить. Сейчас пока нет. Ну, надеюсь, сделают курорт, все-таки. Доезжаем вот до центра, как все изменилось. Ну, я про те годы говорю, с правой стороны. Были здесь у нас карусильки когда-то, кто помнит. Ну, церковь стояла, так и стоит. Консервный завод слева. Ну, вот здесь Радичевский музей или картинная галерея мы называли. Дальше вот тут вот была виноводочный отдел, хлебный магазин, кто помнит. После праздника кто-то очередь всегда был. Да, знак там проехали, написано полиция 100 метров. В то далекое время никогда не писали, что милиция 100 метров. Все знают, где находится проезжаемая площадь. Госбанк. Тогда я говорил, что это Сбербанк. Госбанк. С левой стороны здания. Назвали же, да, улица Дворянская и улица Ленина переименовали. Он был дворянином. здесь мы поворачиваем, проезжаем, на коммунистическую проезжаем и попадаем все отсутки. Мимо проезжаем. в Валичного городка. Вот улица Революционная. По ней потом будем спускаться. Пешеходный переход все сделано. И вон, кто помнит, кто учился. Второй, третий класс мы учились. Вон в том здании с левой стороны красненькое. это начальная школа наша была. Улица Российской Республики. Написал специально. Мы ее называли в детстве. Росреспублика. И вот показывал предыдущих год назад сюжет, что дорога была грунтовая. Вон щебеночкой ее завалили. Значит, делают, значит, ремонтируют. небольшой участок улицы Пугачева. И выйдем на горестное место, как я его называю. Жареный Бугор. Еще один небольшой участок улицы Первого Мая. Ну, проехал и показывает, что действительно не может приехать и посмотреть, как там обстановка на этом месте. но заросло все. То есть, на старом дугре, давнишнее все, тут лес сказочно. Дорогу заасфальтировали. Кто помнит, далекие времена, тут вместо этого церковушки пакеты, сторожовка, тоже сидел в доме. А так вот, смотрите, как узковато, и как заросло все. здесь дедушка, бабушка, здесь уже отец, здесь тетя, дядя, даже племянники есть. Ну, как-то так. и потом, когда выезжаешь, вот тут место мне вообще нравится. открывается такой обзор на горно-лыжную базу и на уголку. и бичевую вина, еще какие-то. Я уже не понял там название. Но вид потрясающий, конечно. Смотрите, какая-то голая. Здесь я скорость уменьшил, но подборочку. и потом в второй части раз поедем встреча одноклассника, где проходил жемчужина. Это горослава, в той стороне, там, Росреспублика. Ну, а здесь просто сейчас проедем. Здесь новые места. Ну, новые, относительно. то, что мы проехали, там, всего, с правой стороны, это старое было кладбище. И туда же забор, мы его перенесли. И вот как расширяется. Ну, и выезжаю сразу же. Будем показывать, по полчаса борьба с гурьяном была. Жара 32 градуса. выезжаем на улице северная, которая обещает, как говорят, тоже отремонтировать. Она маленькая, конечно, не совсем. мпс. Ну, я уже тоже ее показывал в свое время. Здесь заплатки было, мне кажется, еще хуже. Или такая же была, но влево-вправо. Здесь на ускоренном режиме. вот показываю практически места. все не покажешь места. Волынские это надо пожить. Вот еще на Каланчу собираешься сходить, но не пошел в этот раз из-за того, что была жара и времени не было. очень много планов. Ну, заехали во второй части на пляж городской. Покажу. Да, вот здесь мы-то обезжали. Жас Ирпублика с правой стороны. Вот пересекаем ее. Как обычно, кто помнит с левой стороны, магазинчик и маяк. уличный отдел там был. Революционные спускаемся до коммунистической, коммунистической, до Степана Разина, Петрова, Воткина. А вот еще раз говорю, что кредит. Смотреть будем. Территория торгового центра. И как мы говорили сходить, съездить в центр, проходить по магазинам. Кокет-то давно не был. Не узнаете, где какой магазин был. Где детский мир. Ну, то есть, здание те остались, те же. Но, название появились многие магазины. И я вам скажу, торговый центр, конечно, желать быть лучшим. Тротуары, асфальты, давно не помню, наверное, там. Тротуары. Ну, если я хотел сделать курортный город, то центр должен быть соответствовать. Я сниму пожарный Каланчи. Ну, в принципе, город, я вам скажу, потеряться тоже трудновато. Из-за того, что заехали, спускаетесь по одной улице, заезжаете до Советской, в Главную Советскую попасть. И все, выйдете уже спокойно из города. То есть, несколько улиц знать надо. Но они все асфальтированные. Главная дорога везде показана. То есть, если кто хочет транзитом проехать, через центр, то имейте ввиду, вот, если через Богданиху, спускайтесь до Коммунистической и до Советской. И пребудите в центре. Вот, я не помню, здесь, мне кажется, полноске многие были улицы, где улыжники, по-моему, все, все дороги. Потом в асфальт закатали. Мне кажется, тоже здесь был улыжник. С правой стороны сейчас гостиничный корпус. Раньше была детская больница. Степан Радина. По набережной я катался на велосипеде. От дома до пляжа. Вернее, у нас речь от пристани. Это речной вокзал, овраг. И вот, до пляжа идет у нас набережная. Ну, 20 километров, мне кажется, если не больше. а может таки. Сказочно все заросло. Деревья все больше и больше. Буду стараться, конечно, показывать там, где еще не проезжал. Самому интересно, как меняется. С правой стороны, кто помнит, я помню, вернее, с правой стороны был завод электрофибр. Что-то здесь ремонтируют. Тротуары делаются. ворот. Мы ходили в школе, помню, на уроке труда. Бигуди делали, какие-то трансформаторы или что-то такое для этого. И трансформаторы будут. И в Сочих там заливали. Предохранители какие-то. Работали. Дом культуры проехали. Чтобы на танцы ходили. Ну, вот наш центр торговой. Суббота. Машин много. Где же парковаться? А народу-то мало. Продавцов много. А народу пока мало. Но это было уже где-то около 1 часов. А народу не... Я бы не сказал, что много. Да и нету практически. На пляже. Потом там будет народу очень много. Ну, вот кто сможет, да. Помните, у Нермак. Или у Нермак сам с левой стороны. С правой стороны Детский мир. Молочный. В лотерея. Хозяйственный магазин. С левой стороны левый магазин. Вот прямо, вот я сейчас помню, был Нермак, что ли, назывался. Дом одежды потом. Вот это в лотерея. С левой стороны там чуть-чуть зацепило. Не видно. Это был магазин. Далее вот кинотеатр Ворон. Кто помнит. А вот это вот где написано Мегафон. Продавали газированную воду. Как раз. Пили мы перед террасом. Уголи. От стержопа. Здесь в Ткани, помню, был магазин. Но очень много осталось в магазинах. А вот тут и красное. Видите, карелечка. Как раньше был вечерняя жизнь тарана. Но этого не было вот этих. Разрешили теперь заезжать на машину. Как раньше было запрещено. А вот прямо тут двухэтажное. Продавали. Продавали. Очень мне нравился. Рома, вроде баба. Какие там. Випеж, ужин. Там вкусно все было. Ну, своя кондитерская паблика небольшая была. Советская, сейчас именно есть или нет. А улица Петрова-Готкина интернациональная называлась. Ну, ты, как-то, выехал там. В выходной день я работаю. Ну, а здесь улица Красноармейская. Сейчас выйдем на Луначарскую. И на этом сюжет заканчиваю. Благодарю всем за просмотр. Жду во второй части всех. Пишите. Спрашивайте. Рекомендуйте. Подсказывайте так, что нужно. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.